В Ставрополе, как показала практика, транспортный вопрос один из самых горячих. Это значит, им надо заниматься, его надо решать. Обсудить эту проблему в очередной раз собрались общественники, перевозчики, депутаты, представители Миндора и эксперты за круглым столом. И сразу участники намечают одну из ключевых проблем. В краевом центре маршрутки превратились в основного перевозчика, хотя изначально должны были выполнять функции подвозящего транспорта. А это привело к своим последствиям. А это пошло, в этой связи пошло, строить маршруты с одного конца в другой, под разными диагоналями, радиусами и так далее. Это гонки в этой связи. Я лично, так сказать, рассматриваю эту проблему, насчитывал до 40 маршрутов, которые проходили там по улице Ленина, по Кулакова и так далее. По мнению спикера, решить проблему сегодня может переход на более вместительный транспорт и переустройство дорожной сети. Слово берет и министр Евгений Штепа. Глава регионального Миндора рассказывает, что у власти есть планы по модернизации транспортной системы. В частности, край намерен создать цифровую транспортную модель всей Ставропольской агломерации. Есть и другие идеи. Также сегодня рассматривается о том, что рассмотреть вопрос необходимости запуска электротранспорта в виде электричек между Михайловском и городом Ставропольом, о создании единого транспортного проездного билета. Это те задачи, которые сегодня остаются. А вот общественники считают, что менять транспортную сферу в краевом центре надо создание выделенных полос для автобусов и маршруток. Активисты отмечают, решение этого вопроса так или иначе связано с цифровой транспортной моделью. Что нужно сделать в первую очередь? Это провести вменяемый подсчет пассажиропотока, на основании которого будет создана цифровая транспортная модель. На основании этой цифровой транспортной модели создать новую маршрутную сеть без дикого дублирования маршрутов. И последнее – организация выданных полос, где только можно. Обсудили на круглом столе, конечно, и итоги аукциона на право обслуживания маршрутов в Ставрополе. Несогласные перевозчики вновь высказали свою позицию. Однако министр разъяснил им, что конкурс проходил в рамках закона. А те, кто с его итогами не согласен, вправе обратиться в надзорные органы или в суд. Мы согласны с мнением общественников, с мнением администрации города, что система общественного транспорта нуждается в реформах. Но она проводится просто какими-то колоссальными жертвами. Нас вырезают, можно сказать, без анестезии, как какую-то болячку. Хотя это можно провести более мягко. К слову, когда и чем закончится этот спор? Чем отличается новый перевозчик? Об этом будут говорить и на нашем телеканале. Живое обсуждение пройдет в программе. Прямой эфир 7 февраля в 14.00. Джимиля Ибрагимова, Юрий Корниенко, Ставропольское телевидение.